СМК. Это как КВ-1, только больше, а значит лучше. С двумя башнями. Это довольно тяжелый и относительно уже современный танк, боевого рейтинга 3.7, ну имеется ввиду такой второй мировой войны, извините, не Т-35, да, разработки довоен. И у него две башни. Вместо одной единственной 76-мм, что делает КВ более монолитным, здесь впихнули еще спереди одну с 45-кой. И вот плюс это или минус это будем с вами сегодня выяснять. Танк просто громадный и, к сожалению, не лишен уязвимых мест. У КВ-шки их явно меньше, но здесь есть и большой плюс. Это наличие очень мощного двигателя на его массу. Он даже несколько быстрее, мне кажется, чем КВ. 850 лошадей на 55 тонн, ну извините меня. А вот окупается все это или нет, будем с вами проверять. Ну и да, это прем, то есть в теории он даже еще может фармить. Погнали в бой, посмотрим на этого многобашенного монстра. Д-5 это ужасная Япония, где, чтобы доехать до поля боя, придется очень сильно попотеть. Ну, извините. Так получается, не я заказываю карты. В чем, собственно, прикол СМК? Ну вот у нас перед основной башней воткнули еще и одну с 45-кой. Естественно, баллистика у нее другая, да и вообще здесь я рекомендую брать подкалиберные снаряды. Нет, ну а что? Основное орудие пробивает не так много. Здесь, извините, взрыватель МД-5 и пробитие 78 миллиметров. Встречаешь кого-нибудь суперзащищенного и вот вуаля, тебе на близкие дистанции подкалиберы на мелкой пушке, пробивающей его бор аж 106 миллиметров брони. Короче, для своего боевого рейтинга огневая мощь у СМК вполне себе. Ну и плюс он хоть как-то поцивильней выглядит. Две башни ни 4 и ни 5, поудобнее. 7 членов экипажа у нас внутри и у него есть уязвимая зона. Вы уже, наверное, ее заметили. Это то, что под основной башней есть вот эта вот огромная карусель с боеукладкой. Из-за того, что есть башня во лбу, она закрывает еще и далеко не все, нам можно прилететь, нам можно прилепить вот сюда вот прям на погоны в погон башни. Естественно, если снаряд каморный, а у большинства здесь именно каморники у противников, они взорвут нам боеукладку. И живучесть этого танка не так хороша, как у КВ, потому что защищенность его все-таки несколько хуже, чем у этой самой КВ. Ну именно и за счет того, что здесь есть куда пробить этот танк, и за счет того, что он банально больше и сама по себе броня у него чуть слабее. Не сказал бы, что прям сильно, но встречаясь против каких-нибудь пазиков, будьте готовы, что вам порвут задницу. Но в целом, опять же, вот мы фигачим 35, и это тяжелый танк, между прочим. То есть на нем не чувствуешь какого-то большого недостатка динамики, и при этом вспоминаем про то, что у нас еще два орудия. Недостатка огневой мощи тоже ощущать как-то не приходится, я полагаю. Плюс перезарядка 45-ки довольно шустрая, и ей можно спокойно себе помогать в уничтожении техники. Как я сейчас сделал с этим Шерманом, промахнувшись по нему всем, чем только было можно промахнуться, ну это... это я. Криворукий и глухой, и немножечко слепой. Но мы его быстренько уничтожили. Конечно же, нам присущи и проблемы советской техники, это отсутствие углов наведения, например. Есть кто-то? Никого особо не слышно. Ну, поехали вперед, значит, мне бы, конечно, вот это направление покошмарить, но там вообще никого не видно. Что странно. Сверху кто-то определенно есть. Вон здесь вон полным-полно танков. Так, а я... А я не могу по нему бросить, да? Давайте тогда просто ждать, когда они начнут проезжать. Вон КВ-шка едет. Пойди ее еще пробей. Это КВ-2. КВ-2, который нас убьет сейчас. О-хо-хо-хо-хо-хо-хо! А-а-а, КВ-2, КВ-2. Ага, убьет. Минус основное орудие на башне отделались легким испуком. И у нас еще самый главный сорокопятка вполне может действовать дальше. А 78 миллиметров бронепробития хватает для того, чтобы в лобешник шатать КВ-2. Правда, нас сейчас сверху уничтожат. Я его, кстати, не вижу. Он по нам стреляет, но при этом остается незаметным для меня. А откуда? Совсем сзади, что ли? Мне кажется, что сверху откуда-то. Нет, сзади. Но его не видно. А-а-а, ммм, понятно. Люблю игру эту. Просто обожаю. Нормально, да? Чувак просто заехал на гору и встал там. Здесь унорийские церберы приехали, которых самое то убивать. Угу, сейчас. Ай, смешно, просто невозможно. Давайте-ка фугасиков немножечко возьмем на дополнительное орудие. Как раз-таки для этих самых арийских церберов. Ну, блин. Ну, кто мог ожидать? Что там чувак залезет на гору на своем шермане. Я даже растерялся от того, что непонятно, где его искать. Но мы успели двоих прижучить. И это довольно неплохо. Да и плюс, опять же, жили довольно долго. Пока, естественно, 88-ми миллиметровки не заработали. Знаете, что мы лучше сделаем? Мы, наверное, сразу переключимся на фугасы. Учитывая, что здесь наши погибают. Я уж не знаю, поможет это нам. Потому что мы тоже ваншотом можем отлететь. От арийского цербера. Но... Повысить свои шансы на успех было бы явно нелишким. Этим мы и займемся. И вообще как-то в центре все наши просто рассосались и перестали существовать. Немного странно. А почему? Как он вообще здесь умудрился умереть, этот лянча? То есть эти флаги не должны досюда доставать были? Странно как-то. И несмотря, кстати, на вроде как мощность двигателя солидную. Не то, чтобы мы в гору как-то прем особо. Да, вроде едет, но... Наверное, я наигрался на реактивных самолетах. И после этого мне вообще не кажется, что хоть что-то умеет быстро ездить. Хе. Полетаешь на скорости. Все поймешь. Прямо перед нами где-то враг. Вот он. И это, кстати, то ли Ахиллес, то ли что. Я думаю, что стоит перезарядить тогда орудие обратно. Я случайно выстрелил с основного орудия. Блин, проблема того, что Ахиллес нас пробьет. Без вообще каких-либо альтернатив. Она существует. Ой, только не бомби меня. Ой, он стрелялся. А вот это ты зря, дружище, сделал. Ты же не успеешь перезарядиться. Ты же понимаешь это? А под калиберами я тебя просто прошью насквозь. Ага, сказал я и не прошил. Ну, ладно. Тогда тебе основного орудия хватит. Пипец, они просто абсолютно полностью отдали центр. Назад вот мы еще не едем. Четыре километра в час. Ни шагу назад называется. Ты ни за что не отступишь. Где-то наверху, что ли, опять есть люди. Опа! Взрыв боекомплекта. Достоялся флаг. Я прям как жопой чуял, что они там стоят. Начал выискивать. Нашел. Но он был не один. И для меня это может плохо кончиться, если я опять поеду там же, где я ехал до этого. Но я же это, не обучаемый, да? Ага, вот он ждет уже. Ну, это пока не попадешь туда, куда надо. Попал, кстати, а урона нет все равно. Бам! Еще взрыв боекомплекта. Ай, бедные флаги. Не нужны на вас даже никакие фугасные снаряды. Я не знаю, почему-то по мне не стрелял. По-моему, СМК заметить очень легко. Мы размером чуть ли не с дом, поэтому... Немного странно. Он меня пощадил, видимо. Или понял, что я ролик записываю и такой... Ой, надо, пожалуй, Крюге пару фрагов подкинуть. Хотя, наверное, просто не заметил каким-то образом. Меня там не ждут. Наверху никакие горные козлы. Все-таки, если ромбовать, у нас хоть немного шансы повышаются. Ну, точнее, даже довольно много шансов повышаются, если ромбовать. Просто не всегда это получится. Ой, не нравится мне это. Прям вот он как-то летит так. А, он нашего убивал, который слева проехал и поджал респаун. Не будем, кстати, туда заезжать. Мне кажется, что это плохая идея. И туда резко как-то закатываться. Уже пятерых мы вшатали. СМК эффективный. Но по нам особо-то и не стреляли. Это не заслуга его какой-то безумной брони. Хотя, то, что мы КВ-2 пережили, это мое почтение. Интересно, есть ли справа кто-то? Медленно поднимается орудие. Очень, очень, очень просто. Безумно медленно. Не знаю. Сейчас уже опасно туда смотреть. Даже если там действительно кто-то есть. По-моему, кто-то едет. Давайте прокатим здесь по-быстрому. Только вот туда. Опа. Кто это? Блин, а этот РЛ очень сложно пробить. Радиатор. Эм. Как я вообще умудрился ему сломать именно радиатор? При выстреле в комбашенку. Давайте-ка его... А, ну он нас не пробил. Не знаю, каким чудом. Но как-то умудрился нас не пробить. Вон еще кто-то едет. А кто это? Ну, не знаю, кто это ехал. Какой-то СТРЛ. Правда, ему не сильно повезло. С тем, что он ехал именно на нас. И мне кажется, можно здесь остаться и просто респаун. Контролировать. Они, правда, с другой стороны заезжают и могут слева ко мне потом приехать и отомстить. Но... Здесь как раз правый респаун. Он полностью под нашим огневым контролем. Причем хватает углов наведения вниз на основном орудии для того, чтобы... Ну, там, минус 7 градусов. Чтобы как раз все это дело обстреливать. А если нужно, можно еще и 45-ку высунуть. Не знаю, кто по нам стрелял. Кто-то по нам оттуда вот стреляет. Причем его абсолютно не видно. Вот теперь видно. Тогда это было зря. Не знаю, кто это. Опять, что ли, СТРВ. Удачи. Он был просто... Эксклюзивно залоченный. Его нельзя было пробить, попасть по нему. Но... Он упустил свою возможность. В общем, они на левом респауне где-то в большом количестве, да, остались. А... С этого респа поняли, что... Кажется, им абсолютно ничего не светит. Я предлагаю не стоять на месте, а поехать просто дальше. Может, что-нибудь найдем там. Так, вулверина только пропустим. Хоть... Опа! Вулверина пропустили. Не зря мы. Знаете, надо всегда уступать дорогу пожилым, инвалидам и беременным женщинам. Тем более, что... Есть кому, видимо, по этим всем ребятам стрелять. Так что ну-ка его нафиг. Идти впереди планеты всей. Давайте лучше дождемся, когда этот чувак покажется, потому что он вулверина убил, а его вообще не видно. То есть тут эти деревья мешают... Обзору полностью. И, кстати... В принципе, никого практически из союзников нет. И точка С за противником. То есть они левую сторону полностью отбили и могут с той стороны ко мне приехать. Вы прикиньте, он просто не едет с респа никуда. Он понимает, что ему кранты, видимо, будет. Да, я слышу его двигатель. Вон, видите, заборчик упал. Но... Ехать он не собирается все равно. Точку Б забирают уже. Блин, они с центра, короче, приехали и победили. Ну, давай, 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 выезжай. Нам надо развернуться, поехать на Б. Мы и так нифига не побеждаем. А я вместо этого вынужден стоять и отсеивать угрозу с респауна вот эту вот, которая тут появилась случайным образом абсолютно. Здорово. Это опять швед этот неугомонный, которого мы здесь три раза, видимо, кокнули. Но он взял свое ПВКВ и решил, что он сейчас ПВК выривает всех отсюда. Ага, сейчас. Ой, слушайте, из-за того, что мы такой длиннющий бронепояс сосисочный, вообще не едет. Ребят, у нас как бы Б забирают, и С вот только-только что-то как-то решилось. Может быть вы займетесь другими местами? Нет, приехали сюда. Б еще не взято совершенно. Может быть здесь остаться? Если они захотят выезжать, как раз мы их здесь и нахлобучим. Там наверху, что ли, кто-то у них? Или это наших, я слышу? Да нет, не наших. То ли это на респе, то ли это наверху, то ли это здесь вот выезжают просто. Ребята какие-то. Давайте проверим. Кто, если не мы, в конце концов? Так как Вулверин там прикрывает. Нет, они просто с той стороны. Слышу двигатель, он то ли наверху пытается заехать туда, то ли еще что-то. Ну какой-то странный бой, мы просто 8 фрагов сделали, перебили вообще все, что тут было, и... И все. И команда у нас как-то даже более-менее нормально отыграла. Удивительно. 8 фрагов, это неплохо. Орудие здесь мое почтение все-таки. Основное достаточно, чтобы пробивать, а если нет, ну, бери из дополнительного, еще добавляй. А урон? Урон хороший, тем более учитывая, что тут два орудия, ты всегда можешь добавить с дополнительной руки, так сказать. И уже точно завершить все споры, если какие-то были. Да, вон штук ездит. Че обернулся-то? Смотреть-то в эту сторону надо. Никого больше нет. И че делать? Девять фрагов мне еще нужны. А противники... Причем есть еще полкоманды, но... Но их как будто бы нет. Я причем свечусь о респаун, и если где-то здесь появится чувак, то я, мне кажется, практически гарантированно погиб. Кто-то тут есть. Какой-то чувак здесь катается. Причем наверху, судя по всему. Он пытается то ли залезть наверх, то ли он залез наверх, и больше не хочет оттуда слезать. Я не понимаю. Поехали умрем, потому что... Ну, а че еще-то? Скучно невозможно. Ага, посмотрите. Он ныкался здесь, и он меня пробил. Это был просто Оствинд. И он пробил нас прямо в лоб башни. О! Причем у нас из-за того, что все погибли, мы не можем по нему никак отработать, кто там появился с респауна. Блин. А, ну у нас в принципе два члена экипажа, и никто не сидит за орудиями. Прикольно. А жить-то как? Когда тебе выбиваю этот экипаж, ты просто остаешься без всего? Просто кататься можно, что ли? Да. Ну, 8 фрагов. Давайте в следующий бой. По мне так очень даже достойно. Хорошая карта, чтобы попробовать реализовать этого монстра. Причем можно было бы поехать как на точку С, так и к точке А. Я, наверное, предпочту поехать к точке А, для того, чтобы как раз, может быть, там что-нибудь наворотить. Благодаря двум башням можно будет отстреливать респаун у них довольно уверенно. Я, правда, надеюсь, что не застряну здесь где-нибудь в окопе. И благодаря, опять же, нормальной подвижности и хорошей возможности КВ-шки преодолевать препятствия, мы как раз там будем вовремя. Успеем, не опоздаем определенно. Да и в траншею должны вроде как не провалиться. Тем более мы такая длиннющая сосисонина. Никакая траншея нас взять тоже не должна. Ну-ка, давай. Да, мы как мост просто понтонный спокойно перерезаем через все это. И теперь можно будет двигаться к точке Б. Правда, вон КВ-шка нас обгоняет. Если посмотреть на КВ-шку, то, конечно, защищенность у нее явно повеселее. Мы больше действительно на класс похожи. И у класса, на самом деле, тоже все в порядке с броней, но борта и корма и ромб становятся хуже. Вот обычная КВ-ха, и она с объемными снарядами куда лучше танкует. Хотя я не жалуюсь. То, как мы живем, здесь вполне меня устраивает. А самое главное это, конечно же, возможность самому убивать. И она тоже присутствует в достаточном количестве. Это интересно, артой или туда кто-то заезжает. Не хотелось бы просто получить сверху, потому что, ну, угадайте, опять бы укладка взорвется. Она здесь в таком неудобном месте. Как бы для экипажа может быть и удобным, но все снаряды противника примагнитят. Да, кто-то здесь есть наверху. Блин, мы еще высокий пипец. Мардер едет. Не могу по нему выстрелить. Надо взять вбок. И вот так. Ага. Без урона. А, правильно. Зачем нам урон? Нифига себе, он абсолютно невидимый там. Это какая-то тройка? Штур-Рэмиль. Хе. Ну, такое не переживаем. Как он вообще по нам попал? Надо инт. А, он видел кусок нашей башни. Была бы кавэха, он бы нас не видел. Ну, блин, из-за того, что мы такой высокий, тут вообще без вариантов. Поехали на точку С. В центре делать нечего. Из-за того, что мы такой высокий, сами стрелять не можем, а нас видно всем абсолютно. Ну, вот это проблема этих многобашенных танков. То, что реализовать их сложно. Приходится очень много чем жертвовать, а много башен не помогают никаким образом. Короче, концепция этих слонов оказалась уязвима, поэтому они, в общем-то, и не пошли ни в какую серию. Ни Т-35 особо не прижился, ни СМК от этого отказались ближе к середине сороковых. Много мороки, много экипажа. А толку от этого не так много, как хотелось бы. На Северой тоже наступают. Вот как раз зайдем с другой стороны. Тем более, благодаря подкалиберам того же штурмиле можно будет ковырять с любой дистанции, потому что попадать-то будем. Главное, к параллаксу, конечно, привыкнуть. Вообще, в теории, можно переключаться между орудиями. Ну, для того, чтобы основным сделать, например, вот это мелкашное. Но мне конкретно это не доставляет проблем. Мне проще именно 76-ти миллиметров понаводить. Сорокопятка куда более скорострельна и баллистика там лучше, поэтому, наверное, я ее и оставлю как вспомогательную. То есть, наводить буду именно так, по наитию. Да и тем более на СМК с параллаксом вроде нет уж больших проблем. А что тут вообще происходит? Почему никто не едет? Все стоят и смотрят. По кому-то отстреливаются. Даже, е-мое. А, ну вон кто-то есть, да. А кто это? Понятно, мешаться будем, да? Ага, это ПВКВ-хо какая-то. Третья, видимо. Умирать она вообще не собирается. Она, вон, получает уроны отсюда и оттуда, а пофиг вообще. Главное, что мозга не обнаружена, критических повреждений нет. Нифига себе. Это как я пошел бы там смог влепить это мимо всего. Поехали их просто зажмем. Опа, вон там тоже проезжают чуваки. О, мы его не пробьем. Как этого чафика добить, доломать? Надо уезжать отсюда. Сейчас таких звездюлей выхватим. Ё-моё, теперь вров этот заехали, застряли. Ну вот, про это и речь. Мы как цель номер один, да ещё мы и загорли их. По нам не промахнёшься, особенно в борт. Благо живём, но толку-то от этого. Не, нахрен СМК не нужен. Зачем просто всё это? Абсолютно бессмысленно. Я на КВшке не хуже бы сыграл. Даже лучше. И не подставлялся бы лишний раз под этих бесячих чафи и прочих чуваков. А то, что орудия много их, ну и нафига они нужны. Чё-то полезнее я от этого не стал в бою. Давайте продавливать будем пытаться. на этом монстре. Чё ещё делать? Правда, четыре члена экипажа всего осталось. Так что, так сказать, до первого попадания по нам, судя по всему. Ну или взорвать боеукладку нам взорвут. И тоже до свидания. Стоит, подсматривает. Когда-нибудь я наведу орудие. Я не знаю, куда он смотрел и почему не на меня, но ладно. Каким-то чудом я смог его вшатать. Точнее, чудом именно потому, что он на меня по каким-то причинам не смотрел. А вот этот смотрел. Правда, это ему не помогло. Правда, урон тоже ему не проходит. Алло, будет урон? Какая же долгая перезарядка. О, здорово. Наводчик у тебя слева, справа или посередине? Сейчас проверим. пипец. А урон ты будешь получать? Нет? Вот тебе каморник. Нормально танкует. Главное, чтобы не пробили в боевую кладку. Все остальное, для всего остального есть мастер-карт. О, нормально. Первым выстрелом урон не нанес, вторым, пожалуйста. Здорово. Заряжающий. Да, урон под калиберами, конечно, скромненький, но основное орудие решает. Перезаряжается, конечно, 270 миллионов лет, но это все мелочи. По-моему, здесь еще едет кто-то, да? Да, в упоре у нас чувак. По-моему, мы наводчика ему не сломали. Ну, с другой стороны, не первым выстрелом, так вторым. Ой, неужели это лонгбан? Правда, он не успел мне выписать бан? Ни лонг, ни обычный, никакого не успел. Кто там не стреляет? А-а-а. Слушайте, блин, я сейчас умру, да? А, не, не умер. Блин, у него углы, в отличие от меня, хороши, а у меня он орудие вообще не наводится. Понятно? Союзники, вы все-таки хоть когда-то помогаете. Опять мы восьмерых накрошили, а я тут жалуюсь на броню, на еще что-то, да его орудие просто вывозят. Блин, он просто не получает урон. Меня опять откуда-то вшатало? Непонятно откуда. Угу, вон куда ты свалил. Радиатор сломали. Угу. Даже не смешно, на тебе. Вот теперь подкалибер просто по всем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А у меня только основное орудие работало. Я нажимаю на дополнительный, а мне как раз его и вынесли. Ну вот, пасики, которые знают, куда стрелять, нормально меня уничтожают. С другой стороны, уже поздно, потому что я поджал им респаун и настрелял девятерых. Мне даже ИЛ-2 не нужно, мне кажется, я долететь банально не успею до поля боя. Ну давайте попробуем. Короче, к СМК что-то у меня ноль претензий. Точнее, претензий много, но почему-то он все еще нагибает. Но здесь, наверное, все-таки вопросы в том, что он все-таки живучий. И не такой противный, как Т-35 в плане своих возможностей. Все-таки он побыстрее едет. И если сравнивать его с КВ-хой, то норм. Единственный момент, что даже за 9 фрагов что-то мне подсказывает, что особо я не зафармлю с таким коэффициентом в 260... А, 285 процентов. Ну, прокачка третьего ранга включительная тоже немного. Поэтому не знаю. Не самый плохой танк, наверное, если выбирать этот СМК. Да, и мы не успеваем на Еле. Давайте посмотрим, сколько мы зафармили. Чисто ради интереса. В том бою-то приблизительно те же самые показатели у нас будут. Поэтому можно будет сделать выводы, потому фармит эта машина или не фармит. В конце концов, мало ли вдруг. Сколько мы получили за бой? 75 тысяч. Ну, вообще-то нормальные цифры. Правда, и бой-то неординарный на 9 фрагов, но все-таки неплохо. Ладно, давайте еще разок. Итак, опять та же самая карта. Это странно. Но поедем сразу к точке С, которой нет. Благо, так как нет точек, то, скорее всего, все тоже решат там объезды, переезды. Вот, может быть, на СМК мы кого-нибудь умного-то и поймаем за всем этим делом обходумчеством. И было бы довольно неплохо именно за этим их и застать. Благодаря своей подвижности мы, честно говоря, не сильно-то отстанем от каких-то японцев. Я так придираюсь к тому, что он вот не идеально быстро едет, но вообще-то посмотрите, чето меня особо не догонит. Да, максималка 35, но вообще-то я еду впереди планеты всей. Меня, конечно, обгонят эти 34-ки рано или поздно, но в целом привезти два орудия тех же самых там 34-очных и БТ-шных еще и на подкалиберах на линию фронта с хорошей живучестью одним из первых это серьезный аргумент. Да и фраги мы можем довольно быстро ими поделать. Давайте попробуем как раз просто заткнуть с этой стороны дыру. Эта карта мне нравится именно тем, что здесь всегда месилово по известным координатам происходит, поэтому надо попробовать. Я уж не знаю успеем мы или нет, может быть нас просто бахнут те, кто любит вот здесь объезжать. И справа. Будут такие, не будут, интересно. Немцы есть, поэтому неожиданно пуму можно поймать, которая здесь как раз. А, Т-55Е1. Мы еще попали вниз списка, да? Его вшатали, нет? Нет, его не вшатали, а мне задымили зачем-то. Какой-то придурок задымил здесь все для того, чтобы Т-55Е1, который сюда приехал, мог выжить и нам поломал все тайминги и убьет сейчас половину нашей команды. Нормально? У него нет дымов, если что. То есть кто-то из наших задымил придурок какой-то и теперь мы не смогли его уничтожить. Я видел, что в центре идет стрельба, но... А, вот этих я могу стрельнуть, так сказать. и попасть, и убить. Давайте с основного, наверное, вшатаем, потому что дополнительное орудие мало урона нанесет, там же подкалиберы, но вот можно по подкупу так поковырять и вот, минус два. Можно им отвлечь или сломать наводчика, если уметь стрелять всем этим. Блин. Не получится мне обойти, короче, всех их. Это они нас обходят, а не мы их. Мне мстить летят? Нет, не мне. Да, здесь есть. И здесь есть, вон проезжают. Я даже не знаю, куда смотреть. к сожалению. Назад 4 километра в час. Едем. Центр пока трогать мы не можем, опять же, потому что сложновато обратить туда внимание. А, вот теперь и на меня. Блин, боюсь, у него еще бомбы оставались. Разгон? Да, какой разгон? Не поможет он нам. Эх, слишком большая мы цель, жирная. 666 очков. Я дьявольски хорош, но, к сожалению, не получилось. То есть, авиация, которая прилетела мстить сразу, это Т-55Е1 стопудово. Его где-нибудь там вшатали, он прилетел мстить. Давайте попробуем на Иле втором просто что-нибудь сообразить, но учитывая, сколько там вражеской авиации, что-то мне подсказывает, что у нас не очень получится, но мы не будем экономить. Мы совершенно не будем экономить на них всех. Есть желающие? Там, вот эта вот летающая история типа Мустанга. Я не знаю, кто вот это летит. Тоже какой-то истребитель. Не то, чтобы нам, короче, везет, да? А вон и Мустанг, по-моему. Блин, они еще так все вместе по итогу оказываются. Давайте упадем, конечно, совсем к земле, но опасно это немного на Иле втором. У нас, конечно, есть пулемет, но толку от него немного, если нам просто на шесть спокойно сядут. Давайте попробуем проатаковать его в лобешник, в конце концов. А где урон? А я просто не попал ни разу. Половину боекомплекта, наверное, в него потратил и ни разу не попал. Это ж надо так... Как я так умудряюсь стрелять криво? Люди вон короткими прокликами их вышибают на дистанции, и я такой. Нету, не будет попаданий никаких. Ну вот как? Почему мимо-то? Вроде же нормально стреляю, но все мимо. А, надо меньше было брать упреждения, понятно. Пипец, оно просто не работает. Не надо в меня врезаться! Фух, спасибо. Чудесным образом он не стал в меня врезаться, правда он даже раскритованный быстрее, чем я в разы. Блин. А, отлично. Я вид не отключил от стрелка, его тупо не видно. Я же отключал причем, специально отрубал. Почему не работает-то? Попадание, попадание, а урон будет сегодня вообще выходить, нет? На урон вообще не собирается походу. Что за бред? Где урон? Я попал по нему с 23-х миллиметровок, попал по нему с УБТ, со шкасов, со всего залил. Попадание. Мне что, бракованные ленты из говна и палок что ли положили? Я не понял. Ну что это такое? Где урон-то? У меня сейчас кончатся пушки просто уже. Причем это летит какой-то ИЛ-2. Ладно, я по нему скорее всего не попал нормально. Ой. Ой, какая сладенькая попка. Дикермаксовская. Блин, его вшатали. Понятно. Благо, что ты на меня даже внимания не обращаешь. Как же ты хорош. Самолет уничтожен. Да. Надо брать меньше упреждений оказывается. Правда, меня вон всего уничтожили. У них зенитка есть какая-то мощная. Какая же ИЛ-2 не летайка? Да господи, он упадет или нет? Почему он до сих пор жив? Почему он до сих пор летает, получив столько попаданий? Кто-то не объяснит? Гадость-то какая. Хотя ладно, по-моему, это прилетел другой. Ужас. Илюша второй прям заставляет в жопу пылать очень часто. Какая же он не летайка в целом? Но вооружение хорошее, конечно. Что по итогу можно сказать по СМК? Давайте переключимся на главного героя этого видео. Хороший танк, на самом-то деле. Который может помочь в грамотных руках вам даже пофармить. Хотя я бы предпочел просто КВ, но с другой стороны у него есть приятная особенность в виде двух орудий, которые иногда приносят результат. Правда, надо попривыкнуть к тому, чтобы играть именно в таком сетапе. Так что это далеко не самый плохой прем, который вы можете себе приобрести. А на этом на сегодня буду видео заканчивать. А даже не знаю, остались ли какие-то еще многобашенные танки, чтобы их рассмотреть, наверное, нет, поэтому вернемся к обычным темам для видео. Был рад с вами увидеться и в следующей серии ждить что-нибудь еще интересненькое. На этом на сегодня все, всем удачи и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok